Август месяц щедрый, богат праздниками, посвященными сбору урожая. На Кубани собирают урожай пшеницы, плодов, меда. Именно на это время приходятся любимые церковные праздники – Спасы. Трижды чествуются самые значимые дары русской природы – яблоки, мед и орехи. Подробнее об этом в следующем материале выпуска. В старину в августе праздновали три Спаса. Первый был посвящен новому урожаю меда и назывался Медовы. Второй назывался Яблочным. После этого праздника можно было есть свежие яблоки. Третий Спас – хлебный или ореховый, потому что пекли первый корова из муки с сжатой пшеницы. В конце августа созревали орехи. Яблочный Спас – это чествование даров природы отмечают 19 августа по новому стилю. По православному канону Спас совпадает с праздником преображения Господня, а по народному календарю – с проводами лета. По традиции до этого дня не едят яблоки и блюда из них. В Яблочный Спас принято угощать яблоками всех, даже незнакомых людей. В приоритете – дети и стоящие на паперти нищие. Причем сначала плодами угощают окружающих и только потом приступают к трапезе. На Руси Яблочный Спас стал одним из наиболее широко отмечаемых дней года. Вечером крестьяне наблюдали заход солнца. Как только светило касалось горизонта, начинали петь песни. К этому времени в садах массово созревали яблоки. Их собирали, ели с медом и сахаром, а также готовили из них разные блюда. Например, пироги. До второго Спаса есть яблоки запрещалось, а первые собранные в этот день плоды освещали в церкви и только потом их ели. Я православный казак. Спас – это прежде всего православный христианский праздник, очень древний. Ну и по традиции нашей Кубани, мы здесь, естественно, отмечаем это все в церкви. Есть богослужения обязательно. Потом торжественно это все дома воспринимается. Убирается квартира, срываются яблоки, покупаются у кого нет своих. Ходят друг к другу в гости, дарят яблоки, делаются из яблок, заготавливаются. Начнут угощения всевозможные. Пироги, пирожки, все такое. В общем, проводится весело. Очень добрый праздник. Вместе, конечно, мы отмечаем с семьей. Если не работаем, когда у нас общий выходной, тогда да. Ходим в церковь, освещаем яблоки, мед обязательно, орехи. Был маковей, маковые тоже освещаем. Как обычно, много яблок, меда на столе, фрукты. Покупаем яблоки, мед, ставим на стол, пробуем, угощаем друзей, зовем родственника. Иногда там можем испечь пирог яблочный. Примета народного календаря – какой будет день, такой и будет январь. По погоде на яблочный спас можно судить о погоде осенью. Также с этого дня вечера становится холоднее. Птицы готовятся к перелету на юг. Тина Копачевская, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова